В России началась настоящая эпидемия уголовных дел. В экстремизме обвиняют рядовых пользователей ВКонтакте. В этом году обвиняемыми стали барнаульский мастер по ремонту, тувинская журналистка и 17-летняя девушка из Москвы. Если говорить простым языком, то в пользовательском соглашении содержатся такие пункты. Информация, которую вы публикуете во ВКонтакте, должна соответствовать законам, российским и международным, а также нормам этики и морали, каким именно определяет сама соцсеть. Она может использовать всю информацию, которую вы загружаете, в своих целях, а также передавать ее для таргетированной рекламы и правоохранительным органам. По закону ВКонтакте не имеет права предупреждать пользователей о нависшей над ними угрозе. Facebook за последние годы не удовлетворила ни одного запроса российских правоохранительных органов. Google удовлетворил лишь до 15%. Мы распечатали пользовательские соглашения с самых популярных в России соцсетей. Выглядит это вот так. А в США подсчитали, что если бы пользователи читали политики всех сайтов, которые они посещают, у каждого бы на это уходило 25 дней в году. Представим, что я не работаю корреспондентом на BBC и каждый день прихожу в офис, чтобы 8 часов читать политики сайтов. На это бы у меня ушло 76 рабочих дней. Закон не дает четкого определения, что такое персональные данные. Мои персональные данные – это имя, адрес, возраст, телефон, имейл, семейное положение, история покупок и поиска работы, и даже геолокация. Если после всего этого вы хотите продолжить пользоваться соцсетями, то не нужно быть наивными и шерить все подряд. Иначе остается один выход. Алло, да, привет. Субтитры сделал DimaTorzok